Субтитры делал DimaTorzok Да, да, да Очень увлекательное ожидание матчей Не знаю, с чем связаны такие большие задержки Ну да ладно В общем, Висп, бисмастер у Team Spirit И у нас у ДГ Теперь появляется Чен Но вместе с Лундруидом Точно так же банится Зевс, который мог бы Немножко отспамить всю эту компанию Которая должна будет подходить там под хайграунд ковырять Немножко поменялись ролями, судя по всему, команды Но Team Spirit, походу, решили нечто совсем иное потестить Кто с кем Виспом будет бегать, интересно Ну, пока не ясно Ясно только то, что у ЛДЖ будет много саммонов Банится Винга Боятся Team Spirit того самого Пуша за 15 минут Потому что с Медведем, Ким Ченом, Вингой Вот это все будет идти Ломать Ну и я, честно, не удивлюсь Если мы увидим Team Spirit еще и банк какого-нибудь Джиггернаута В следующем Так же, как делали ЕГЭ в прошлой игре Потому что здесь еще и Медведь присутствует Да, Хилингвард по Медведю это очень-очень сильный хилл Да-да-да Но он очень сильно портит настроение И заходить на рампу с таким Хилингвардом, конечно же, намного проще Ну что же ЕГЭ Зевса заманили Кто-то еще, может быть, на отспам Такой Ну, Тинника можно убрать Висп уже есть Убирается Фурион Боятся сплитпушку Это минус Тайтхантер от Team Spirit Кстати, на Тайтхантере играют Играют И Джин Ну и тут Дум появляется Пока что я смотрю такое Все точечного воздействия То есть и Бестмастер, и Дум Чисто на вырубание вражеских персонажей Но кем-то этих персонажей еще бы желательно, наверное, и поубивать Да, причем Чена надо убивать быстро Пока он не клацнул Мекку и Олл Хилл Иначе все старания, можно сказать, ушли в никуда И что, может быть, появится какой-то Джиггернаут Мне кажется, здесь Медведь будет керри Поэтому мы не увидим Джиггернаута Мы можем увидеть что-то в Мид В Мид а-ля Банша Против Думу так все смотрится Хотя после нажатия экзорцизма Я и на Думу уже побарабану Ну да, вот в этом ее определенный плюс То, что герой не особо сильно страдающий от того, что ее задумят Если успеет вовремя кнопки нажать Ну что же, Питер Даггер Да, кстати, можно обратить внимание на то, что билет наконец появился Да, и теперь у нас нормальные У нас лошары убрались Лошары убрались Или, точнее, лошары стали нормальными игроками Бэтрайдер снова в Мид Снова в исполнении от Сумаила Ну, в принципе, да, да Наверное, все-таки в Мид Просто иногда еще у нас могли Медведя в Центр поставить Но, учитывая наличие Бэтрайдера Это еще может быть, конечно, Артизин на Медведя в Центре И Бэтрайдер от Юниверса Но мне кажется, что ЕГЭ повторят предыдущий все-таки сценарий Лич появляется у Team Spirit Не особо мне здесь нравится Да, это крутая задумка Это Дум Лич Жрать крипов Айс Армор Вот это если еще сожрать Какого-то крипа на Армор Собрать базилку Вы нереально толстый И так далее Убивать чем? Чем убивать? То есть есть чайник, который имеет огромное КД И чайник, который в крипов улетать, скорее всего, будет Да, во-первых, здесь самонов может быть огромное количество Пока не вижу драки у Team Spirit Не вижу каких-то ОЕС, ПЛОв хороших И G тоже пока особо ничего не показали У них Firefly есть И на этом все Нальч Хилл, Медведь, точечный пацан Не, ну тут-то еще два пика То есть мы сейчас можем хотя бы четвертым героем Да, мы можем какую-то Баншу увидеть, Мид И вот он тебе неплохой ОЕ дэмэдж 40 секунд Не так много времени остается у Питера Даггера Он уже изъявил негодование То, что с такими темпами играть придется всю ночь Но он все правильно написал Он на самом деле прав, да Потому что когда игроки готовы через минут 5-6 после появления лобби А организаторы говорят wait И это продолжается 15-20 минут Немного странно Shadow Shaman Пуш, дальше Пуш Хороший инициатор С появлением линзы в доте Еще интересней стало выглядеть Раста Да, да, да Но вообще линза очень многих героев Не то чтобы реинкарнировала Но так, чуть-чуть помогла им вернуться в нынешнюю Мьету Все-таки там Shadow Shaman и Леоны Раньше и Бейн тот же стал намного сильнее, естественно На нот мы видим пока выбирается Darkseer Который в предыдущей игре очень сильно попортил нервишки команде Spirit Да, еще Клок есть Который можно сыграть Можно на Кентавре сыграть Ну, кстати, Клок тут в принципе более-менее интересен Но я не знаю, надо подумать еще над другими персонажами Которые могли бы нормально ворваться Минус Свен, убирают дамагера какого-то Не так много героев в принципе у Spirit На которых там Рамзес катает часто Свен как раз один из них Ну, Свен Герокоптер Да и Висп просто еще хорошо смотрится Я не знаю, катает ли он на Тине Можно и Тине в качестве мейнкерри взять С полышом там все дела Ну, да, да, можно, можно Собачка от Дума Тем более белый дэмэдж Не, можно Можно взять Тине Я думаю, что Габлак этот вариант сейчас рассматривает Что смотрится лучше Тине Можно опять взять Гиролед Всегда можно взять Гиролед Потому что это универсальный керри Можно взять, конечно, какого-нибудь Лансера Но зачем? Да, что он тут будет делать? Да, что он тут будет делать? Медведя маны нет Да нет, нет Не знаю, такой себе вариант, как по мне Да, идеальный вариант, я думаю, это Тине А Тине, с другой стороны, тоже чем будет заниматься Тине точно так же будет получать там сетки, корни Они могут через Бестмастера, через Релокейты Пытаться какой-то кипиш на карте навести И забирать что-то Вроде тот же Гирокоптер наклевывается Но честно Все так тухло выглядит Вроде кого не возьми Кажется, все замечательно Но вот корни прокнут Что делать? Гирокоптерам хоть пострелять получится Немножко Остальными героями Может такой халявы и не выйти Плюс хексы, лассо, сетки Много дизейблов, конечно, ничего не скажешь Но теперь это вроде тоже там хватает Дум и все эти крики Бестмастера Но что, кидается Дум Чен управляет человека на базу И все И он жив Да, ну смотрим 20 секунд остается Гублака Приз задумался Артур Артурка против Артурки Кстати, да Битва Артуров Какой Артур? Более Артур? Ну, пока Бабая более Артур Что, 5 секунд? Может, вылетели игроки? Нет Ну, Тинни Все-таки Тинни Не знаю Так, ладно А что получается по линиям тогда? Дум на легкой, что ли? Ну, если Висп Тинни в центр, например, отправится Висп Тинни в центр Дум легкой, скорее всего, да Нет, это может быть Бестмастер в соло на легкой И Дум Лич А, да-да-да, точно, точно Скорее всего, так и будет Да-да-да, ты прав, ты прав Это Лайфстилер Лайфстилер С Бэтрайдером Стилер Да, Инфестбомба Старая добрая Инфестбомба Еще Я не знаю, с какого С 2013-го, наверное, 12-го годов Ну, да Не особо Изменилась Скажем так Это задумка Ты запрыгиваешь И моментально загрызаешь Любой таргет Под рейджом Те сделать ничего не могут Контроля там Ну, вообще есть, конечно, Бестмастер Есть Есть Дум Ну, когда-то так и делали Брали там Бестмастера Против Лайфстилера Но тут как раз фишка в том, что Лайфстилер, в свою очередь Очень неплохо может быть против Тинни Потому что за счет рейджа Несмотря на его милишность Он все же Против пассивки хорошо работает Ну, ладно, давайте начнем С представления команд Как мы обычно делаем И посмотрим, кто на ком у нас будет Исполнять Рамзес 6-6-6 Бестмастер Always on a fly Играет на Виспе Айсберг Тинни Габлак На Личе И Afterlife Doom Ну и Элджиниус Злые гении Питер Даггер Он же ППД Будет играть на Ченни Сумаил Бэтрайдер Юниверс Лайфстилер Фир будет играть на Шадоу Шамане И Артизи На Лон Друиде Вообще Лайфстилер Офлэйн Весьма интересный выбор Но я так понимаю, что его ставят на изи в соло И агрессивные трипла будут на топе Да, возможно, не совсем агрессивные, не совсем трипла Потому что все-таки ППД есть на Ченни Да, то есть он может, конечно Он мог бы отправиться в чужой лес И там пытаться надоедать Но, не знаю, я не думаю, что так произойдет В общем, посмотрим, как сейчас будет действовать этот Чен От его действий действительно будет зависеть очень многое Баланс линии, по сути, в его руках Он, конечно, может просто стоять, формить свой лес И никуда особо не соваться Потому что там разных баунти-хантеров мешающих нет Но Может и во вражеский лес побежать Битва Битва на топе Ты посмотри, какая медведи нашли Я вижу, тут пока месят медведя Битвы тут нет, тут просто месят медведя Присыпали Баунти-рунка Кому досталось? Тени Тени достаются баунти-руна А виспу желательно было отдать, но... Да ладно Но там кликали все, как могли И не получилось, в итоге, у виспа забрать эту руну Но не слишком страшно Потому что боттл у нее все равно появится слишком быстро Слишком халявный боттл для виспа Ну что ж Слушай, медведь-то просел, нормально Тут хп у него осталось Может отправить его похилиться? Не знаю Возможно, так и сделаю Да, у меня теперь тут начинает что-то немножко подлагивать Бывает У меня в предыдущей Чуть-чуть в начале было Ну что, Юниверс на Изилейне Против Бестмастера Ильича Ага, а Дум у нас отправляется на топ Твит его Начинает тычковать его на ходу Тычки на ходу Так, а что у Дума? У Дума, естественно, Девауэр Дум, естественно, уже начинает подъедать крипчиков Возможно, Дум Рассчитывал, что сюда Чен перетянется Я не знаю, жрать крипов Как-то, может, этих Ченовских Но Чен, мы видим, пока в своем лесу засел Да, перелетает сюда Лич У нас, получается, вот эта дабла Дум-Лич только теперь уже в легкой линии Лич сейчас еще кого больше подкушать Ну да, но это означает, что лайфстиллер себя будет очень свободно чувствовать Хотя кабанчикам его, конечно, разминать будут Это неприятно Появляются у него ланды С помощью которых можно и кабана подожрать Где-то лишний раз подригениться Но то, что он здесь быстро получит шестой уровень Это факт Что если ты можешь хотя бы чуть-чуть помешать ему добивать крипов То экспица ты помешать ему точно не можешь Не, вообще, у Найкса все супер Бестмастер пока тоже супер И вот мы смотрим, чем занимается Фера У Фера появляется сеточка То есть в теории он может, конечно, выбежать И немножко подхарасить Рамзеса Убить пока, наверное, не вариант У меня прям все совсем зависло Вот Случается Как там эти маленькие несчастья или счастья В твоей жизни Счастливые и маленькие случайности Счастливые и маленькие случайности, да Пусть это будет так Ну что, Юниверс Выполз третий уровень Начинает кусать Рамзеса Не особо получается С Кабановым разминает нормально Блин, как много хп он потратил Ты посмотри Не, ну, Лайфстиллер Себя хорошо чувствует У него в любом случае еще Хелинг Селфи есть Там вот Висп перетягивался на нежнюю руну Забрал хасту Сразу же забрал баунти руну В общем, режим халявы подрублен Да Флоу и Боттл Поэтому Тинник здесь может понаглеть Не особо получается Расхарасить Сумейл его Только сейчас расхарасил Запинал его Ну и все И на этом все На Firefly просто улетает Да, кстати, у Бэтрайдера нет Боттла подходит сюда Чен Можно на разврате На разврате получается Есть тизер Есть два стака Но Нету Боттла у Бэтрайдера Был бы Боттл Я думаю, он бы пошел сейчас до конца Прямо воевать Ну, пока он да Пока он просто с тапком И Действительно возможности Подлечиться Пока уже особо нет Возможно придется Улетать на базу Прямо сейчас Как там дела у Медведя наверху? Вообще по крипстату Если посмотреть То у ЕГЭ Три топовых крипстата Да, имеется Плюс Чен еще в лесу фармит Все замечательно Так, я сейчас быстренько сделаю Реконнект У меня Извините Попробую, вдруг поможет У меня просто логодром какой-то Ну, добро пожаловать В Китай, Роман Да Видал я такие Мероприятия Несколько лет Доводилось подряд их смотреть Ну что Мишка на топе Подрубается там земля Вызову нового Медведя Мишку ловит Смотрю, четыре крипстата ЕГЭ выше, чем крипстаты Команды Сперед Такое, видимо, достаточно редко Сверхлад В исполнении Сумаила Причем в Соленово Он справился Это даблкилл Он еще и второго пацана забирает Да ладно Что он творит на этом бэтрайдере? Да что Спирит делают На этих всех героях Что Сумаил-то на одном бэтрайдере Что-то там делает А вот Спирит умудряется На всех героях Фидить этого Сумаила Слушай, ну это почти шестой уровень На пятой минуте Еще и баунти руну ему фартит Это уже считай Шестой уровень Это лосок К нему просто прилетит И он будет фуловый Он будет абсолютно фуловый После того, как отопьет Весь боттл И Что Немаловажно Нетворсы Блин, игра Вновь Вновь с самого старта Буквально пятая минута А уже В месище Разваливают ЕГЭ То есть У Спиритов Конечно же Всегда есть вариант Закомбетчиться Но мы видели Что в прошлой игре Это была как раз Небольшая случайность Счастливая для Команды Спирита Что они малость закомбетчили Потом ЕГЭ Как только захотели Опять все провернули Самым лучшим образом Да Дело в том, что Ой, там еще и минус Бистмастер Дело в том, что Против таких, как ИГ Очень трудно Комбетчи Там просто грызут леча Там сейчас Заберут габлака Да, да, да Почти забрали габлака Ну, ладно Возможно Заберут медведя Медведь Пытается улететь отсюда И улетает с телепорта Неплохо Да Опять 3-0 Опять без фрагов От Team Spirit И Бэтрайдер Лассо пока не реализовано 1400 на руках есть Ждет появления даггера Хотя, возможно При удобной ситуации Сейчас Пытается увести Теник куда-то под вышку Можно Попробовать Можно, конечно Не пробовать О, да У тебя всегда есть выбор Да, ты Да, ты Видели сеточка Вот она сетка Грызет Лайфстейлер Неужто просто съедят Да, просто съели Просто съели Вдвоем Уже второй раз подряд Его вот так вот Просто съедают Тоже не совсем приятно Уже 4-0 Да, и вот Что-то, что-то Совсем не заладилось У Spirit Вот этот фид на линиях Он добром не заканчивается Мы в прошлой игре Это уже прекрасно с вами Смогли ощутить Просто открываем графики И понимаем то, что Уже скоро 5 тысяч Будет вести команда ИГ А это седьмая минута Простите Да, сейчас еще появятся Даггеры И как раз Лайфстейлер получил Шестой уровень Соответственно бомбу Можно замутить Опять везет на баунтиру На бэтрайдеру 1800 на руках Ну, хотя там Висп тоже пёрся в свое время И хоста И баунти ему доставалось Ну, вроде как да Но вот сейчас Этот темп, который Бэтрайдер может Нарастить С лайфстейлером Он очень важен Конечно, Анаэкс может Просто пойти еще и пофармить Немножко, но Не знаю, мне кажется Это не Про команду ЕГЭ ЕГЭ обычно любят Реализовывать преимущество Даже маломальское Анаэкс уже вон залез В эншент Крипа И они с Ченом Отправляются на поиски Громоящер Громоящер У Чена, кстати Уже есть хилл Если что Их адреска в кармане То есть Уже можно начинать толкать С медведем Дум до сих пор Не получил шестой уровень Дум не получил шестой Чен получил шестой Да много кто еще не получил шестой У спиритов Там, если что Четыре героя без шестых Пока еще Ну и вот выходит он Древний Громоящер Начинают стаки Станчики Бах-бах-бах Там шансов не было у Думы Вообще не было никаких шансов Сейчас начнется пуш Громоящер может танковать И под хедреской с сатиром Сорян, но ХП отбавить очень трудно Не, ну в итоге ЕГЭ сейчас начинают Плотно пушировать Рискуют потерять первую вышку Вот на восьмой минуте Не там на Двадцать какой-то Ну хотя ладно, там была уже вторая вышка Тут я немножко Преувеличиваю Я говорю, естественно, про Спирит на прошлой карте Шаду Шаман Тут тоже мы видим Тем временем получает Левел шесть И с арканчиками Уже может присоединяться К своей команде Вот к этому коллективному пушу Да, пуш очень активный Крипы фуловые Крипов очень много Мишка регенит Ты посмотри как Десять хп в секунду Это сейчас до него еще хедреска не достает Вот тринадцать хп в секунду А это довольно-таки много При том, что он не получает дэмэджа Он просто сейчас станет опять фуловым А сбить эти хп Это ведь надо тратить дэмэдж Висп 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 подставляется Возможно ластилер Вылезет Возможно сейчас Как только Висп Попытается улететь отсюда Ну вот замечательная штука То, что громоящер просто Не уязвим к магии по факту Смейл забрал леча в это время Да, потрачено конечно лассо Начинает разминать Рамзеса Накричали Прилетел сюда Висп Они кстати тут могут склеиться Они могут вдвоем здесь умереть Действительно И бэтрайдер таким образом Сейчас уже четвертый стак накидывает Прогоняет отсюда Виспа Висп Со своим тезером уже ничем Бисмастеру тоже помочь не может Потому что у него просто Закончился боттл Улетает на базу Бисмастер вернулся на линию Правда непонятно зачем А здесь в это время падает уже Тир-2 На верхней линии Вот так вот И достается тир-2 Это лайфстилеру Так почему они сейчас просто смещаются На любой лейн И продолжают Эту вакханалию Они просто заберут 6 тверов И это позволит купить Медведю Ну он там по-моему Он Мидас, да? Да, Мидас Просто он так спит Хотя с таким темпом Можно было бы пытаться Собрать какой-то очень быстрый Радианс И шансов вообще бы не осталось Не, ну Мидас Так Мидас Хорошо Будем посмотреть Во что этот Мидас Выльется Мне больше интересно Что вот этот вот лайфстилер Будет делать Потому что пока что я вижу У него транквилы Это очень миленькие ботинки На лайфстилере И две стоны руках И две стоны руках То есть это либо Еще один Мидас Например Либо это Радианс И сидеть в иншент-крипе Может быть И такая смешная задумка Ну, подкрались к Т1 Начинают его месить В общем Месят они его очень уверенно Сатирчики Хедреск Это Мег скоро будет Баклер есть Три сотни на руках Есть Там вообще дракон Очень жестко поджигает Сейчас линию Со своими фаерболами Просто прилетает И начинает гореть Есть лосо оба трейдера Есть лосо Ему только вижен дать И вот он находит вижен Находит флая Держит на огоньке Минус флай Да он там конечно Еще пытался жить Но Не знаю Вот чем Чем просто драться Отспамить Отспамить просто нечем Вот этот лич Который не может толком Отспамить Эти думы Тини Они ни на что не способны На линии в итоге Ребят Ну ребят просто задоминировать Не получилось И Получают они сейчас Сами такую Хорошую порцию доминации Потому что они уже Проигрывают 10 тысяч Уже почти двукратное Преимущество у ЕГЭ По нетворсу Ты смотри Дракон просто держит Их за вышкой Один дракон Они ничего не могут ему сделать У них физдэмэджа такого нет Чтобы пробитить 2000 хп Просто нет И вот Очередные минус Две вышки Одиннадцатая минута Они просто смещаются на ботом Чтобы забрать Еще товаров Бэтрайдер Запрыгнул Начинает на Рамзеса гореть Толкнул его Дракон уже срезает Бежит сюда Артизи Накричали неплохо Но Эмэджа не хватит Вот у Наикс Выполз Думали до последнего Нападать на Рамзеса Или не нападать В итоге решились напасть Но возможно Уже и зря Потому что Бэтрайдер погибает И остальным Нужно также убегать А в это время Фир начинает Пушить Т1 Вернее он уже Заканчивает ее пушить Так как вышка Разрушена Ну Фир Это еще он На руках Там какая-то погоня Еще идет Айзберг Пытается Заскопать медведя Лайфстиллер Снова сидит в драконе Пытается бодиблочить Надеются на корни Выходит Зафир Эзершок Минус И пошли Щемить Висп Минус Держит айзберга Топорики Найкс может здесь конечно И вылезти Новый медведь Ставится в орды Как же здесь неприятная Заршок Очередной дракон Еще тычечка будет Да есть тычка минус Тини Разбираются просто с командой Team Spirit Ничего они здесь делать не могут Да еще сейчас будет одна вышка Еще одна вышка Да Уже готова мека у Чена Что там у Мишки У Мишки 2.200 на руках Это 13 минута У нее еще и Мидас в кармане Да конечно очень быстро развивается эта игра Посмотри только 11.1 У Spirit Получилось сделать только один Минус На протяжении всей этой игры Минус бетрайдер был Да Задумили Заковыряли всей толпой Ну что падает вышка Падает вышка Последнее Т2 строение Преимущество Порядка 12.000 Может даже и 13.000 Я такое не часто вижу Когда в минуту по 1000 выигрывают На такой стадии Ну вот да Это действительно редкий случай Но Достаточно плачевный В нашем В нашем случае Потому что все таки Играет один из Отечественных Скажем так Коллективов Который пока Отлетает Почистую Мы это видели на первой карте Сейчас видим Это еще более ярко выражено На второй Ну и Некро Намекон У Бестмастера Первый Ну кстати лайфстиллер имеет 4.400 Сейчас стычка на рошане будет Возможно кстати проиграет Эту драку Это уже будет Похороночка Скажем так Да Пошел чайник Хороший чайник Кстати улетел в Крипов Возвращается назад Очень больно Моментальный минус Чен Пытаются вытащить отсюда Дума Дум Дум живет Дум под землей его трудно убить Флай Флай сбрызли Ну два в одного Это неплохо Там два очень битых парня Я не знаю этот Бестмастер Этот Лич Они Ну ладно Лич уже на базе Там продолжается погоня Дума пытаются догнать Дума убивают Убивают сейчас вдвоем здесь И да Остается только Тинни Лич Но Лич как я уже говорил ранее Просто на базе остался А айсбергов соло Здесь можно попытаться И раскатить Если все грамотно продумать И да Идут Дальше стаки Напалма Айсбергов Запрыгнул Тинни Неплохой навес Пока что живет Смайл Улетает Еще четвертый стак пошел Флеймбрейк Попадает по виспу Но висп без стаков Делают отсюда Топауты Да да В итоге все разбирались Опять Рошан Который портит ситуацию Для Ил Джиннис Может не стоит на нее заходить? Ну ладно Я бы сейчас не сказал Что он совсем испортил ситуацию Не испортил Но дал глоток воздуха Какой-то для Team Spirit Ну такого Знаешь Вот Такого Прелого воздуха Он вроде и есть Но вроде как-то и Тошненько немножко Потому что Я бы не сказал Что Spirit Там что-то где-то отыграли Эти там полторы-две тысячи Которые нам показывает график Это совсем мелочь В их отношениях Хотя Ладно И две тысячи и то неплохо Могло обойтись вообще без этого Очередное нападение В этот раз Будут пытаться Виспо Зацепили Тинни Непонятно почему Атака была распределена Но Виспо погибает И Тинни прогоняют отсюда Куда подальше Ворды в итоге Здания хотя бы бить не будут На базе у Spirit Но Сами ЕГЭ смогут Подойти Под эту самую базу За счет того что Испания Ну хотя Виспо через 10 секунд появится Так что Невелика потеря оказалась Лайфстиллер Покупает Radiance Рецепт у него есть Сейчас попадет Сакрет Дву нашли Накричали На Юниверс И купить не смог Или смог? Не 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 смог Просто не добежал до магазина А не смогла Да не смогла Ну и Очень досадный момент Потому что Вот не хватало Буквально несколько метров У него Просто на рейдж был Кулдаун 2 секунды Так бы он его нажал И скорее всего Победоносный Тачдаун Побег к магазину Ты прорываешься Скву сити Там Терновники Вот вроде бы ты уже здесь Выхватываешь У торговца Этот Сакрет Умираешь И это было бы красиво Но нет 2 секунды кулдаун на рейже И вся эта драматургия Накрылась медным тазом Все верно Так Коби готов ворваться Да он всегда Мне кажется Готов ворваться Ворты Поэтому я думаю Не стоит Слушай отыгрываются Маломальски Там 3-4 тысячи Не ну Уже чувствуется Уже это хотя бы Уже чувствуется Потому что Когда погибает Аклайстиллер Ты во-первых Не даешь ему уже готовый радианс Во-вторых он еще где-то Должен побегать Пофармить А эти пару минут Это хотя бы Не снесенный трон На пару минут раньше Для спиритов Пока Все выглядит Именно Вот как Их разрушенный Трон В течение ближайших минут 5-7 Да Мишка там смыл штормом Еще бустит Атак спид Ну вот он Юниверс Залез Древнего гранитного голема И У него по-прежнему Там 3-700 Или что-то типа того Да вот 3-720 Так что можно смело Уже пытаться Забегать на магазин Представляешь дать Подарит ему крипочка Должны Подарили Еще одну Не он предыдущего не добил Но вот этого уже добил Да так что норм Да уже можно идти Как он братьев Может так щемить Это же тоже големы Так там стычка Там стычка Там поймали Тайсберг Да Вообще не может ничего сделать Тинни Он просто все время Стоит в дизейбле Ну вот он Рейденс прилетает И теперь Под големчиком Под бустом хп С ченом С мекой Ой как неприятно Дело в том что ты Да Ты даже не можешь убить этого голема 2000 хп На таком этапе игры Снести руками Очень тяжело Что 10 армора еще Да Ему даже не нужно Ничего делать Он просто бегает и горит Все Ему реально не нужно там Нападать на вас Не нужно у вас там Что-то какие-то обилки кидать Ну в идеале он просто зонит И все Да 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 Он зонит очень жестко И в итоге Он еще и 15% хп добавляет Если что Да Что тоже немаловажно Падает тавер Пытается лечь там Варды как-то поломать Не особо хорошо выходит Полгаблака уже нет Хотя его еще и не трогали Как в принципе и флая Ну это минус первая сторона Запрыгнул Тинни Тут же прожимается Мека Пошел чайник Ну просто стоит колоть твиспа Да Это минус первый Это минус второй Ну Я так понимаю что пойдет до конца Да Выползнайкс начинает грызть Крика там уже нет Байбэк от Тинни Ну ЕГЭ могут просто сейчас отступить И зайти со следующим кулдауном На Змейки Да и все И будут абсолютно правы То есть никто их тут обвинять не будет Потому что Ээээ не пошли драться Там же сейчас Забрали бы еще пару пацанов И легчайшая Ну легчайшая и так для них сейчас будет Она и так легчайшая Да по факту То есть то что Ребята вынуждены действовать чуть более размеренно В этом ничего страшного нет Ну да В итоге еще и байбэк на Тиннике Такие барабаны еще прожимают Пакаван Так Трэдианс На таких минутах Да не нужно было фидить изначально Там без мастера У фира уже Медведь При паузе Все стабилизировалось Нормализовалось Да Ну и следующий у нас кто получается Спирит Ньюби На этой трансляции Да У нас будет спирит против Ньюби Немного разогрелись Скажем так Ребята Посмотрим Получится ли Потягаться Против азиатских грандов Посмотрим Небольшая рекламная пауза Дорогие друзья После которой мы вернемся Я думаю минут 15 надо А может быть и 30 Может быть 30 Это же МДЛ все-таки В общем все равно Не убегайте далеко Увидимся Услышимся с вами уже скоро